Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. И сегодня тема моего видео будет французский соус винегрет. Это, наверное, один из самых популярных, самых классических соусов, которые используются во Франции для заправки салатов. Этот соус состоит из пяти компонентов, но три компонента являются основными. Два уже остальные, это можно добавлять по вкусу, по желанию. Итак, три основные компонента. Это оливковое масло, это уксус, забыла, как на русском языке называется продукт. Значит, это оливковое масло, это уксус и горчица. Это три основных компонента, которые обязательны для этого соуса, который называется винегрет. И соль и сахар, это ингредиенты, которые можно добавлять в этот соус для того, чтобы корректировать вкус. Но в последнее время отказалась от добавления этих двух продуктов. И я использую соус для приготовления соуса только лишь оливковое масло, уксус и горчицу. Уксус можно использовать любой, который вам нравится. Я для себя выбрала по вкусу то, что мне больше понравилось, это бальзамический уксус. Я пробовала и с яблочным уксусом, и с винным уксусом, с уксусом хереса. Тут неимоверное количество уксусов различных, которые можно купить и во Франции натуральный. Но это должен быть натуральный уксус. Желательно покупать классический натуральный уксус. Винный, яблочный, повторюсь, бальзамический или какие-то другие, которые вам нравятся, которые вы можете купить. Оливковое масло обычное и горчица. Горчицу можно использовать средней крепости, которая не очень крепкая, сильная, но и в то же время не безвкусная. И также я люблю еще добавлять горчицу с зернами. И так как сегодня мы приготовим соус для заправки салата, чтобы этот соус не пропадал и не стоял без дела, я вам сразу покажу, какой салат я люблю делать летом на ужин. Это салат с тунцом, который я заправляю как раз-таки вот этим соусом винегрет. И для салата я уже приготовила, вы видите, у меня уже стоит тарелка, приготовленная с листьями салата. Обычные листья салата, ле тюк, помытые и уложенные на дно тарелки. И затем еще для салата понадобится половинка авокадо. Это я вам показываю для одной порции. Несколько помидорок черри, я уже их порезала на половинке. Ну и собственно сам товарищ тунец в собственном соку. Без масла, без ничего, вода, соль. И он уже в этой консерве в кусочках. Ну что, давайте приступим к приготовлению соуса и салата. Я сейчас выкладываю красиво помидорки на листья салата, чтобы уже подготовить нашу тарелку, сервировать красиво и потом на это время не тратить. Я хочу разложить помидоры по периметру тарелки, чтобы в центр уложить авокадо и на авокадо, в общем-то, разместить уже и сам тунец. И, конечно же, основное сейчас, что мы должны сделать, в общем-то, с чего мы начали, это соус винегрет. Итак, я сейчас делаю соус количества больше, чем для одной порции, потому что я так люблю, потому что потом я могу тот соус, который у меня останется еще после использования, я его могу поставить просто в холодильник, он у меня там будет храниться. И когда мне нужно будет сделать салат с использованием соуса винегрет, я его просто достану уже готовый из холодильника и буду им пользоваться. Но для одной порции соуса, для одного салата, скажем так, достаточно одной столовой ложки оливкового масла, я беру такое же количество бальзамического уксуса, то есть, если одна столовая ложка оливкового масла, то я беру одну столовую ложку бальзамического уксуса. Сейчас я сделаю порцию из пяти ложек оливкового масла, три, четыре, пять, чтобы у меня уже он стоял на готове этот соус в холодильнике, и когда мне нужно будет, я его буду просто доставать и брать. И я также добавляю, вот, пожалуйста, смотрите, бальзамический уксус, винегах бальзамик называется, я добавляю также пять столовых ложек бальзамического уксуса. Цвет, конечно, соуса не пугайтесь, он будет немножко темный, не такой, как если бы вы делали, к примеру, с яблочным уксусом. Цвет будет темнее, но от этого вкус его не становится хуже. И сейчас вот на такое количество масла и уксуса я добавляю где-то почти, ну вот такую хорошую беру, видите, почти полную ложку горчицы. И горчица у меня дижонская, дижонская форт сильная. И кроме той горчицы, которую я добавила, я еще добавлю горчицу, горчицу в зернах по старинному рецепту. Я люблю, когда вот эти зернышки, они добавляют такой определенный вкус соусу. Так, есть это все. Три компонента у нас в салатнике. И сейчас нужно просто очень-очень хорошо, активно мешать, для того, чтобы смешать все ингредиенты в единую массу, чтобы у нас получился именно соус, чтобы масло не отслаивалось. От уксуса и от горчицы. Вот видите, сейчас уже у меня поменялась немножко консистенция. Уже нет отдельного слоя масла, нет отдельного слоя уксуса. Но тем не менее, кое-где еще можно видеть, сверху есть немножко масла, еще которое не очень хорошо смешано с этим соусом. Вот теперь, теперь уже я хорошо все это смешала. Сейчас я попробую. Ну, вот по вкусу мне нравится. Получается такой кисло-сладкий вкус и немножко горьковатый с привкусом горчицы. Видите, у меня на столе еще стоит приготовленный нарезанный лук-шалот. Вот он, как он выглядит. Я его уже нарезала. И я хочу этот лук тоже добавить в соус. Я люблю добавлять лук непосредственно в приготовленный соус винегрет, потому что тогда лук, он теряет свою резкость, он становится мягче, он не такой горький, он не горчит. И при этом соус тоже набирает определенный вкус. Так, вот соус у нас готов. Сейчас я подготовлю авокадо, чтобы его добавить в наш салат. Недавно меня научили резать авокадо вот таким интересным способом, что даже его не нужно очищать от шкурки. Но это в том случае, если авокадо хороший, спелый. Его можно вот так нарезать. Вы видите, я его нарезала непосредственно в кожуре. И сейчас просто ложкой вот так вынимаю кусочки и сразу отправляю эти кусочки на тарелку, в центр тарелки, где у нас уже подготовленный салат, листья салата, помидоры. Сейчас туда отправляется авокадо. Вот так быстренько укладывайся, пожалуйста, красиво. Так, авокадо у нас уже лежит в тарелке. И я сейчас открываю тунец. Солью воду с тонца. И вот пришел мой кот, услышал запах тунца. Он очень любит тоже тунец. Очень мой котик любит тунец. И для одной порции салата я использую половину такой консервы. Здесь уже удобно этот тунец. Видите, он кусочками. Боня, пожалуйста, подожди. Я тебе оставлю. Ты же знаешь, я тебе оставляю всегда тунца. Я знаю, что ты его любишь. Не предусмотрела я, что мой кот будет издавать такие звуки во время съемки. Ну вот, тунец у нас уже на тарелке. И теперь я все это поливаю сверху. Забыла еще немножечко. Я люблю, когда тунец немножко приправлен вот такой смесью пяти различных перцев. Чуть-чуть буквально. Перчика. И... Боня, пожалуйста, я тебе оставлю. Вот он, мой кот. Ждет свою порцию тунца. Поливаю салат. Буквально две столовые ложки. Это максимум. И, пожалуйста, вот такой наш красивый салат готов. Я желаю вам всем приятного аппетита. И если вам понравилось такое видео, если вам приятно и интересно узнавать что-то новое о французской кухне, о соусах французских, о салатах, я с удовольствием буду делиться с вами рецептами. Вы только мне, пожалуйста, под видео напишите комментарий. Полезно для вас это было видео. Понравилось ли оно вам. А я всем желаю приятного аппетита. И прощаюсь с вами. До новых встреч, друзья. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok